Саша, поверишь ли ты мне, если я тебе скажу, что существуют такие русские, которые будут говорить с тобой на русском языке, и ты ничего не поймёшь. В смысле какое-нибудь одно слово и сразу не поймёшь. А вообще, что это было? Ну, у нас в Новогреве говорят «доверяй, но проверяй». Поэтому давай так сделаем. Хорошо, я сейчас поставлю тебе звукозапись, а ты скажешь, много ли ты поймёшь. Давай, я обожаю звукозапись. Не тот Павел. А вообще вот ездят на мотоцикле до Согры, да? Ездят. Насколько зимойке дома-то было, всё на мотоцикле. Не бояться они ничего. У Новогрева все дома было. Приехали оба с Юркой. Юрка тоже привёз в Минго с аэропорта. Все в грязи, оба в грязи. Я понял слово аэропорт. Так. И Юрка. Юрка. Ну и ещё слово мотоцикл очень заметное. Мотоцикл заметное, потому что его задают интервью. Это правда. А, и кажется, возможно, кто-то боялся или нет. Да, очень похоже на правду. На самом деле, действительно, это не самый непонятный фрагмент речи. Ну, скажем так, это фрагмент речи, из которого можно вычленить какие-то слова, но это как с иностранным языком, который ты знаешь на уровне школьной программы. Ты приезжаешь, слушаешь речь, ты можешь вычленять отдельные слова. А понимаешь слово айфон, например. Да, да. Или ты понимаешь слова, которые ты изучал в школе, но ты не понимаешь смысла, и ты никакой диалог поддерживать не можешь. Конечно, с этой женщиной я бы очень хотел познакомиться, если это женщина. Это женщина. Это женщина. Я бы, конечно, очень хотел с ней познакомиться, но, конечно, мы не могли бы с ней поддерживать никакой диалог, и я был бы ей как собеседник совершенно бесполезен. Да, ну смотри, вот чтобы познакомиться с этой женщиной, тебе надо поехать в деревню Вадюга, Архангельской области. А говорила она вот что. Ездит ли у вас на мотоциклах? Так был вопрос. Ездит. У нас сколько-то зимой те дома-то был, а все на мотоцикле. Не боятся они ничего. В смысле ездить на мотоцикле. И дальше. Приехали оба с Юркой. Юрка тоже привез его с аэропорта. Так все в грязи, оба в грязи. Самое главное здесь, самое поразительное, это интонация. Эта женщина живет в окающем диалекте. То есть она произносит все гораздо более четко, как бы более по-написанному, чем мы произносим с тобой, москвичи из Новогиреева. Но из-за того... Казалось бы, понимать должно быть проще. Но из-за того, что интонация совсем другая, понимать не проще, а сложнее. Ну и вот интервьюер, который спрашивал у жительницы деревни Вадюга о мотоциклах, это лингвист Сергей Князев. И у него я специально для нашего подкаста взял интервью о диалектах заранее. Интонация — это такая вещь, при помощи которой мы, вот на нашем языке, на котором мы сейчас говорим, в Москве и вообще в больших городах, в России, при помощи интонации мы можем передавать очень-очень-очень много разных смыслов. Вот. Ну, понятно, что я могу сказать, там, не знаю, Петя пришёл, могу сказать, Петя пришёл. Вот. Это совершенно разные смыслы, вопрос там или ответ. Вот. И не знаю, я могу сказать, она так поёт. Это значит, что она хорошо поёт. Могу сказать, она так поёт. Это значит, что она плохо поёт. Я все говорю к тому, что вот в некоторых таких русских диалектах, которые мы склонны называть архаическими, то есть старыми, сохраняющими какое-то старое положение дел, в них интонация не используется для передачи смыслов, и они говорят все время более или менее с одной и той же интонацией. И мы поэтому очень многого не понимаем из того, что они хотят нам сказать. Хотя отдельные слова и отдельные звуки понимаем хорошо. Кирилл, мы глубоко уже нырнули с Князевым и с интонацией, и с мотоциклом. Я хочу с базовым определиться. В так называемом Московском университете нам говорили, что диалект — это то, как говорят на определенной территории. Это так? И если так, чем он от языка отличается? Да, с одной стороны, это так. Диалекты действительно только говорят на какой-то определенной территории. Очень большой или очень маленькой, на территории одной деревни. Но мне кажется, самое интересное — это вторая часть твоего вопроса. Чем диалект отличается от языка? Вот у лингвистов есть радикальный ответ. Ничем. То есть диалект может быть на очень большой территории, на очень маленькой территории, но это не испорченная версия какого-то одного большого, правильного, нормального, стандартного языка. Диалект — это самостоятельный язык. У него есть своя система произношения, своя система грамматики, своя лексическая система, собственный синтаксис. Все свое. Это значит, что, во-первых, просто нехорошо его шеймить, говорить, что это что-то плохое. А во-вторых, это уже важно для лингвистов, что лингвист не должен рассматривать диалект как какое-то отступление от, допустим, русского языка, а описывать диалект как самостоятельную систему. Фактически учить его как иностранный язык, в котором, конечно, что-то понятно. То есть вообще не бывает базового русского языка. Русский язык — это сто тысяч диалектов. — Скажем так, базовый русский язык бывает. Получается так, что любой житель деревни Вадюга, скорее всего, знает два языка. Один — это его диалект, на котором он говорит со своими друзьями по деревне, а второй — это то, что лингвисты называют литературный язык. — Литературный язык — это вот язык, который, во-первых, всем понятен, во-вторых, у него есть описание, его грамматика где-то зафиксирована, есть, условно говоря, учебник этого языка и словарь этого языка, и, кроме того, у него есть некоторые нормы, которые там записаны, и эти нормы общество сознательно навязывает всем своим членам, преподавая в школе или там требуя некоторых определенных ответов на государственном экзамене и так далее. Ну или в виде законов, которые иногда принимаются в таком пухе, что такие слова можно, а такие слова нельзя. В утешение могу сказать, что носитель литературного языка обычно знает два языка. Мы выделяем чаще всего так называемый кодифицированный литературный язык, на котором мы говорим, ну, скажем, с большим начальником или с иностранцем. А с другой стороны, есть разговорный язык, на котором мы разговариваем дома, с друзьями, болтаем по телефону, и мы можем переключаться с одного языка. По крайней мере, большая часть носителей литературного языка может говорить на обоих этих вариантах. Слушай, ну, Сергей Князев говорит, что много-много-много этих разных диалектов, и это, по сути, их можно рассматривать как самостоятельные языки, но при этом мы-то с ними не сталкиваемся, по большому счету. Ну, то есть, их совсем не слышно по телеку или по радио, но это как раз более-менее понятно, да. Там вообще довольно авторитарные правила, и считается, вот там считается, что есть какой-то один правильный язык, на котором мы все должны говорить. Но когда я иду по площади трех вокзалов, я тоже там все эти цветущие сложности не слышу совсем. То есть, я знаю, что если человек приехал из Краснодара, у него будет фрикативное Г, да, он будет чуть-чуть гэкать. Но вот такого разговора, как с мотоциклом и аэропортом, чтобы я вообще ничего не понял, такого же нет. Почему? Да, с одной стороны, действительно, в России много диалектов, с другой стороны, мы их не слышим. Ну, собственно, ответ очень понятен. Все эти диалекты очень далеко от нас, а не там, куда нужно долго ехать, а потом, возможно, что еще и на вертолете лететь. Ну, давай послушаем, что Сергей Князев расскажет. Во-первых, понятно, что когда мы слушаем кого-то или разговариваем с кем-то, эти люди в основном такие люди, которые живут в городе. А в городах, конечно, очень сильно смазаны всякие различия между... территориальные различия, связанные с языком. Если поехать куда-нибудь в деревню, в Архангельскую область, где нет никакой дороги, не летают туда самолеты, и ничего туда не ездит, и люди живут изолированно. От одной деревни до другой почти невозможно добраться, поэтому они не общаются ни с кем больше. Очень редко там есть какое-нибудь телевидение, радио, или было, по крайней мере, редко. И поэтому их язык, который мы называем диалектом, он сохранялся гораздо лучше, чем в каких-то других местах, где происходит много разного общения. В первую очередь, Архангельскую область. Ну, а все-таки, если это вопрос в том, где больше диалектных различий именно, а не где более архаические диалекты, то еще можно назвать территорию Псковскую и Новгородскую, ну, где вот раньше жили другие славянские племена, не те, что в районе Москвы или Владимира, собственно, Кривичи. Вот там, в отличие Кривичского диалекта от других диалектов, они самые яркие, их больше всего. Кирилл, одно уточнение. Когда на заборе или на циане написано «сдам квартиру славянам», Кривичи тоже имеются в виду? Да, Кривичи — это самые настоящие славяне. Я думаю, что их пустят жить. Так, мы уже в Новгороде, во Пскове побывали, и в Архангельске. Все эти диалекты, их считал кто-то? Есть число 3152 или 100500? Слушай, ну вот на такие вопросы лингвисты очень не любят отвечать. Сколько точно чего? Я задал этот вопрос Сергею Князеву, он не хотел отвечать. Я задал тогда вопрос так. Вот если бы к вам пристал очень неприятный человек с этим вопросом, сколько на Руси диалектов, и надо было бы ему ответить, только чтобы он отстал. Что бы вы сказали? Он сказал «тысячи». Ну, я напоминаю, что диалект может быть свой в одной деревне, где очень мало людей, поэтому неудивительно, что диалектов тысячи. Но основных типов, конечно, два — северный и южный. Есть еще такая проблема, связанная с тем, что вся территория России может быть разделена на две большие части. Это та часть России, где, ну, можно считать славянское население исконным, ну, относительно исконным. По крайней мере, это часть России, где славянское население живет, ну, около тысячи лет. Ну, это европейская часть России. А есть другая часть России, за Уралом и на юге, куда, вообще-то говоря, русские или славяне пришли довольно поздно. И пришли из разных совершенно мест, вот особенно в Сибирь. В Сибирь люди ехали и с юга, и с севера, и из Украины, и откуда хотите. И поэтому вот то, что сейчас в Сибири, например, мы не считаем исконно русскими диалектами. А классическое деление, оно устроено как север-юг в русском языке. Ну, немножко, я бы сказал, с севера-запада на юго-восток проходят основные линии, различающие диалекты. Ну, вот на севере... Да, и принято считать, что есть несколько основных диалектных особенностей, по которым вы можете определить, человек с юга или с севера. Вот, в частности, на севере на месте буквы О произносится звук О. То есть, они говорят голова, холодильник, а не голова и холодильник, как, скажем, говорят на юге. Ну, и еще одна особенность заключается в том, что Г, которое на севере произносится, опять же, на месте буквы Г, на юге произносится как Г, как звук такой средний между Г и Х. Ну, и еще, может быть, можно сказать, что в окончаниях глаголов настоящего времени на севере будет Т, то есть идет, стоит, а на юге будет мягкий Т, идет, стоит и так далее. А кроме того, есть еще такая часть между севером и югом, где как раз находится Москва, которая не относится ни туда, ни сюда. Саша, ну, ты уже понял, что два главных отличия – север России, юг России. И у меня есть специально для тебя диалектные записи, которые мы послушаем. Начнем с севера. Медведь, коней, загонил в подвал. И туда и кони в яму. И медведь в яму. В погребную. Кто пас коней, посчитает, знает. Нету, нету, нету. Искали долго, искали, искали. Потом решили поглядить. А нет ли в подвале? Искали. А этот домок все-таки не изломанный. Ржаничин туда, как полез в яму, то, а спичек не было, он не курит. Как хватил. А шерсть, ну, такая не лошадинья. И домой. Домой за спичками надо там глядеть. Как настоящего-то разглядели со светом. А там, как кони и медведь на их. Ну, все тут они совсем сдохли тоже. Ну, что скажешь? Ну, во-первых, я потрясен размером выгребной ямы. Да-да-да, много коней поместилось. Она огромная, много коней и медведь. Так. Все поместились. Это здорово. Да. Это северная, да? Да. То, что мы слушали, это вологодский текст. Но он, кстати, довольно понятный более-менее. Да. Это не Архангельская область, где это потрясающая интонация, которая делает все непонятным. Это довольно-таки очень понятный текст. Ну, на что здесь можно обратить внимание? Ну, что бросается в глаза? Это, конечно, оконья, да? Вот она говорит коней, да? Произносит о на месте о даже не в ударном слоге. Что еще невозможно не заметить? Ну, загонив, наверное, вот это вот, да? Загонив, да. А еще самая яркая вот фонетическая особенность здесь, это то, что она говорит коней, диэло. То есть согласные перед и или перед е совершенно не такие, как у нас в Рече с тобой. Они и не твердые, и не мягкие, а вот что-то посередине между этим. Это как в программе куклы пародировали Клинтона, да? Может быть, да. Примерно так. По крайней мере, в иностранных языках согласные тоже не твердые, не мягкие. У Клинтона уж точно. Ну, еще, конечно, медведь. Она произносит через и, потому что раньше в этом слове давным-давно был ять, и он у нее между мягкими согласными перешел в и. Там, где был ять, мы сейчас говорим... Мы с собой говорим е, а вот она говорит и между мягкими согласными. Ну что, давай теперь послушаем какую-нибудь южную запись, знойную. Поверь, наши встречи с диалектными животными не заканчиваются. Пошла я за желудями. Бягу, бягу, и как раз подбегаю к лесу-то, смотрю, идет собака. Ну, я остановилась, недалеко так. Сожжем петь, наверное, как-то остановилась около юга. И говорит, будь тебе шататься-то, время домой. Шаталюга. Ходит тут. О, беспризорная. Шла бы домой. Трескала бы там, пила бы, а то пришла в лес. Чего-то тут искать себе. Пошел в выдреный лес. Ну, ушел. А чего ж я буду ожидать? И начала собирать желуди. Набрала, сколько мне надо, связала мешок и пошла. Прихожу домой. И что это стали мы... Ужинать стали. А я сижу и рассказываю. Ох, какая же собака нынче встретилась со мной, когда я шла желуди собирать. Отцу-то рассказывай, а он сидит и говорит. Эх ты, разве это собака? А кто? Да это волк. У-у-у, а я и не поняла. Это малоизвестный монолог Зайца из Нупогоди. Да, ну что скажешь, что заметно? Заметно, что она говорит, как мы. Так. Я на самом деле хотел... Она не окает, это правда. Она не окает. Там слышно вот это гэканье, да? Гэканье, да. И оно настолько слышно, что я, честно говоря, ничего особо другого толком и не заметил. Поэтому лучше ты мне расскажи. Она говорит... Она еще говорит вот это вот... Испугалася. Да, но чего-то такого супернехарактерного даже и незаметно толком. То есть слышно, что... Ну, то есть интонация очень... Обаятельная. Обаятельная, да. И даже трогательная. Но при этом с точки зрения фонетики незаметно ничего такого суперособенного. Я, наверное, просто не заметил. Ну, очень заметно, что она якает. Она говорит... Бягу, бягу, но забигаю. То есть она якает, но не всегда. Это очень особенный тип. Яканье... Этот тип яканье лингвисты называют донское диссимилитивное яканье. Но не будем углубляться в этом. А еще что можно заметить, если у тебя очень уж тонкий слух, что у нее на самом деле два... У нее два разных типа О. И в каком-нибудь слове беспризорное она произносит его чуть-чуть более открыто. Не так, как в слове всего. И у нее два Е. У нее сохранилось отличие Ятя и Е. Поэтому у нее на две гласных буквы больше, чем у нас с тобой. Но это довольно сложно расслышать, если ты не готов к этому. По крайней мере, мы выяснили, что Ять по-прежнему живет и прекрасно себя чувствует. Прекрасно себя чувствует, даром что не пишется. Кирилл, ну смотри, это все довольно далеко от нас. Ты сам говоришь, нужно долго ехать, иногда лететь на вертолете. А то, как мы говорим в Москве, это тоже говор? Ну да, конечно. Конечно, собственно, есть северные говоры, есть южные говоры. А между ними есть средняя зона, промежуточная, среднерусские говоры. И на ее территории, собственно, находится и Москва. И у нас, конечно, как у москвичей, есть свои какие-то черты, которые другие люди могут замечать и передразнивать. Вот знаешь, все это с Москвы, с Посаду, с Калашного, Ряду. Ну и ты прав, что действительно какие-то черты северных говоров можно услышать не так уж и далеко отъезжая от Москвы на север? Ну, потому что есть еще разные разновидности того, что мы называем оконьем. Вот когда на месте буквы О произносится звук О, это называется оконья. Вот. И есть разные его разновидности. И вот так называемые полные оконья, когда на месте любого О, всегда, в любом месте в слове произносится О, вот это бывает северно-русских говорах. А в говорах среднерусских слово устроено совсем иначе. И там О на месте О произносится только перед ударением, только в одном слоге перед ударением. А в остальных слогах тоже будет уже совсем не О. Вот. Поэтому их не относят к северно-русским. Ну, то есть на севере будут говорить ГО-ЛО-ВА, на юге ГЛА-ВА, а в среднерусских говорах может быть ГЛО-ВА. Слушай, а вот эти люди, которые ездят и берут интервью у вот таких прекрасных бабушек, дедушек, мужчин и женщин, которые говорят на разных диалектах, наверняка же интереснее поехать и слушать там, где ничего непонятное и вот эта интонация сложная, чем слушать что-то очень похожее на то, как мы говорим. Это точно. У них есть, как у рыбаков, там, поймать... Моби-дик. Поймать, да, поймать ротана или поймать кита. Да, ну вот я спрашивал это у князя, он рассказывает. Очень-очень популярно сейчас заниматься среди диалектологов такой вещью, как разные времена глагольные в русских диалектах. Ну, наверное, многие знают, что вот в русском языке есть, ну, можно считать, три времени, настоящее, прошедшее, будущее. Я могу сказать там, я иду, могу сказать, я пойду, могу сказать, я шёл. Вот, это разные времена. Вот, а, например, в английском языке этих времён гораздо больше, или во французском языке, и вообще в большинстве языков, и романских, и германских. Так вот, идея моя заключается в том, что, вообще-то говоря, есть русские диалекты, в которых тоже гораздо более богатая система времён, чем в литературном русском языке. И вот это диалектологи очень-очень любят, и мы уже очень давно пытаемся понять, как устроена эта система времён в этих диалектах. Но до конца всё равно ещё не понимаем, потому что мы, к сожалению, не можем просто взять и спросить у носителя диалекта, чем отличается, например, деревня сгорела и деревня была сгорела, или, например, деревня сгоревшая. Вот, потому что они, ну, просто не могут объяснить этого. Вот, и поэтому мы вынуждены записывать много-много текстов и пытаться из этих текстов извлечь какое-то понимание того, чем отличаются эти разные формы глаголов. Слушай, но всё равно вот эта куча времён, которыми мы не пользуемся, интонация, которая построена совсем не как у нас, по большому счёту этого же всего, ну, просто нет. Оно... Этого исчезающе мало, правда, да. Ну, действительно, вообще все эти диалекты очень далеко, и на них говорят очень мало людей, они обладают маленьким престижем, ну и, в общем, они вымирают. Вот, и, конечно, они вымирают не сами по себе, а, наверное, немножко с нашей помощью. Давайте послушаем Сергея Книзьба. Ну, сами по себе, я бы сказал, диалекты не вымирают. Ну, или, по крайней мере, это происходит настолько медленно, что мы этого не можем замечать. Но можно проводить некоторую... Государство может проводить некоторую языковую политику. Вот так советское государство, особенно в первые годы своего существования, старалось сделать так, чтобы не было различий... Чтобы различий между людьми было как можно меньше. В том числе, чтобы не было и различий в языке. Вот можно стараться запрещать употреблять диалектные слова, учить людей говорить вместо «голова» — «голова». По крайней мере, запрещать детям говорить так, как их бабушки говорят и так далее. Тогда, конечно, диалекты будут довольно быстро вымирать. А можно наоборот. Можно поддерживать существование диалектов, как это делается в большинстве европейских стран. Если не во всех. Ну, вот, например, в какой-нибудь очень маленькой Голландии, которая вообще крошечная страна, не знаю, наверное, как Московская область, ну или чуть больше, вот, в ней огромное количество диалектов, и каждый, абсолютно каждый голландец гордится тем, что он говорит на своем диалекте. И во многих деревнях вообще есть, не знаю, радиопередача на диалекте, чтобы эта часть культуры сохранялась. Кирилл, вот Сергей Князев говорит про Голландию. Так. Я сам начинаю вспоминать, и действительно, вот, когда ты едешь по России, ты, если и сталкиваешься с диалектами, ты даже не знаешь, как они называются. Да. А в Европе ты с ними сталкиваешься неизбежно, и даже проводя там несколько дней как турист, ты знаешь, что в Германии есть, например, там, гессенский хессиши, да? Он сильно отличается от того, как говорят, не знаю, в Мюнхене, в Баварии. В Италии ты вообще не можешь никак туда приехать, не обсудив, что есть миланский, генуэзский, миланезе, дженовезе. И все обязательно будут с тобой говорить, что люди, которые говорят на наполитану, на неаполитанском, вот их вообще никто не может понять, и это вообще какие-то люди совсем другого сорта, инопланетяне, и все вот это вот. Очень любят все про это поговорить. Почему там ты постоянно с этим сталкиваешься? А у нас действительно, вот мы с тобой говорим, что одна бабушка рассказывает одну историю одним образом, другая другим, у нас даже названий для этого нет. Ну, ситуация очень простая. К несчастью, там это часть гордости и часть большой региональной культуры, а у нас совершенно не так. Мне на втором курсе, на уроках диалектологии, рассказывали, что одна деревня может понимать, что она говорит на диалекте, и понимает, что соседняя деревня говорит на другом диалекте, и может ее передразнивать. Но и у той, и у другой деревни есть некоторое чувство, ну, как бы, стыда комплексов перед тем, что они слышат по телеку или по радио, если телек или радио работают в этой деревне. Ну, давайте вот послушаем, что Сергей Князев расскажет о ситуации с диалектами, например, в Италии. В Европе, конечно, почти каждый человек может говорить как минимум на двух языках, на своем диалекте и на общей литературном языке. А может быть, даже еще и больше, потому что еще всякие региональные варианты того или иного языка. Ну вот, какой-нибудь обычный итальянец может из Неаполя, может, конечно, говорить на неаполитанском диалекте, и обязан на нем говорить, и все, конечно, говорят, если он там родился и прожил сколько-то времени. А кроме того, он может говорить на стандартном итальянском, на литературном итальянском. И вот я даже недавно читал какую-то книжку, кажется, да, автор ее Ферранте, такая популярная сейчас итальянская писательница. Так вот, там главная героиня как раз ровно из Неаполя, и она все время переходит с одного варианта языка на другой, и это в книжке просто переводчик отмечает это. Вот она сказала то-то и то-то на своем диалекте, а потом вот она сказала то-то и то-то на литературном итальянском языке. Кстати, это показывает, что в русском языке нету способа это передать просто, потому что нельзя написать что-то на диалекте. Ну или можно, но тогда никто не поймет. Литературный язык они используют только в том случае, если другому человеку этот диалект непонятен, или если на диалекте нет соответствующих, ну, я не знаю, слов и конструкций, чтобы выразить какую-то мысль. Ну, например, все-таки если человек будет писать диссертацию по физике, наверное, он скорее будет ее писать на стандартном итальянском, чем на диалекте. А во всех остальных случаях, когда можно употреблять диалект, он будет употреблять диалект. Вот, так что ситуация, конечно, принципиально другая. Вот, и она, я думаю, ну, это мое личное мнение сейчас, я думаю, что она связана с такой вообще традицией русской, что у нас все очень-очень-очень сильно централизовано, и что мы считаем, что у нас есть вот что такое главное, лучшее, важное в Москве, в Кремле и так далее. Вот, и все остальное должно быть похожим на это. А если оно на это не похоже, то оно плохое, неправильное, неграмотное, деревенское и ужасное. Ну, вообще, действительно же есть такой стереотип, что диалект — это то, как провинциал говорит. Если он приезжает в Москву, ему обязательно нужно переучиваться, чтобы он начал говорить, как мы сейчас выяснили, просто на другом диалекте. Вообще, это довольно чудовищно и неприятно. Да, я согласен, это очень неприятно, и я был бы рад, если бы у нас были какие-то способы сохранять диалекты. Собственно, вот я спрашивал у Князева, зачем люди ездят в диалектологические экспедиции, и он прямо так и говорит — сохранить диалекты, при том, что в целом, конечно, сохранить диалекты невозможно внешними усилиями, их можно описать и, скорее, законсервировать в каких-то записях и в научных описаниях. Но вот есть и оптимистическая точка зрения. Ну, я думаю, что в России никогда не вымрут все диалекты, и даже если то, что мы сейчас называем диалектами, их носители умрут, и все эти деревни, где сохраняются диалекты, тоже исчезнут, все равно какие-то различия между региональными вариантами литературного языка сохранятся, и мы будем считать их диалектами. То есть все равно какая-то возможность разбиения на разные диалекты сохранится. Саша, знаешь, меня всегда интересовала практическая сторона лингвистического знания. Вот ты диалектолог, фонетист-лингвист. Можешь ли ты на улице, услышав, как человек говорит, понять, откуда он приехал? Ну, вот я задал этот вопрос Сергею Князеву. Он рассказал мне вместо этого про КВН. Вот есть такая игра, КВН, довольно популярная, и действительно интересная. В частности, тем, что там много разных людей представляют разные места России. Команды обычно бывают из какого-нибудь города или области. И в частности, там была замечательная команда из Перми, которая как раз специально подчеркивала тот вариант русского языка в своей речи, который отличает речь в Перми от речи в Москве. Вот это касалось в первую очередь того, как произносится гласный перед ударением. Вот как я уже и говорил, мы в Москве говорим «столы», «вода», «давай», «стакан». А в Перми там произносят гораздо более короткий гласный, не «а», а такой «э». Ну, больше похожий на «э», может быть, чем на «а». То есть они говорят «вода», «стакан», «давай» и так далее. И вот эти девушки, там главными действующими лицами были две девушки, они специально подчеркивали это свое произношение, то есть они даже вообще произносили «вода», «давай», «пошла», «скрей» и так далее, чтобы вот подчеркнуть, что они такие true пермячки. Что, Саша, давно ли ты последний раз смотрел ПВН? В девяностые. Давай прямо сейчас послушаем то, о чем Сергей Князев рассказывал. Слушай, Жанка, у тебя свободное время есть. А что? Понимаешь, я Андрюху обещала из армии ждать, а тут такое дело, Витька из тюрьмы освободился. Так ты не могла бы Андрюху вместо меня часа два вечером подождать из армии? А потом? А потом Серега из больницы выписывается. Они с Витькой как друг друга увидят, так все по-новой. Один в тюрьму, другая в больницу. Светка, давай я тебя с нормальным пацаном познакомлю. Он знаешь какой? Он с голыми руками на медведя ходил. Ух ты! Он что, охотник? Да нет, дурак. Ну, мне кажется, что диалектолог получит от этого гораздо больше удовольствия, чем обычный человек. Слышно, что они редуцируют очень сильно. Да. Они говорят такое. Освободился, да. Освободился. Ну, вот мы дошли до того, что мы слушаем КВН и выясняем, кто редуцирует, кто не редуцирует. И вообще, когда говорят про диалекты, всегда про это и говорят. Акают, окают, кто акает, кто не акает. А при этом почему-то, когда про диалекты говорят, не говорят про самое очевидное. Про... не про то, как звучит, а про то, какие слова мы говорим. Вот поребрик, булка. Это тоже диалектное или нет? Слушай, ну, с лингвистической точки зрения, это скорее не диалекты. Это люди, которые говорят поребрик. Или, знаешь, что всегда приводят в пример, это то, что в сибиряке говорят мультифора вместо слова файл, такая прозрачная пленка, куда бумажку можно положить. Ну, или живопырка, петербургское название маршрутки, если я не путаю. Это просто варианты стандартного языка. То есть в больших городах неудивительно, что есть какие-то свои слова, которые значат что-то одно именно в этом городе или в какой-то именно этой области. Но в целом всё это не мешает людям в целом понимать друг друга. Но ты прав, это действительно очень многих интересует. И я, например, в своём фейсбуке сделал вопрос среди людей, какие такие слова они слышали от своих друзей или произносят сами, их не понимают. Это вызвало некоторую бурю, потому что люди очень вообще любят пообсуждать, какие слова они говорят. И кое-что мне очень понравилось. Очень много различий про мобильные телефоны. Например, где-то говорят «теха» во Владивостоке, а где-то говорят «сотка». Мне очень понравилось, что несколько человек написали, что в Уфе никто не ездит на дачу, а все ездят в сад, даже если там не растёт ни одного деревца. Как бывает в Уфе. Да. Потрясающе. Мне написали, что в Минске выдвижной ящик стола... У нас даже нет слова для выдвижного ящика стола. Видишь, это три слова. Это называется «выдвижной ящик стола», да. Так вот, в Минске это называют словом «шуфлядка». Ну, вообще это восхитительно, потому что у группы «грибы» есть... Которая не из Минска, а из Украины. Которая, да, которая с Украины есть замечательное словосочетание «шуфлядку береги». Я, честно говоря, думал, что это что-то неприличное. Слушай, я погуглил и выяснил, что это тоже значит «ящик», но здесь это в переносном смысле значит «береги фейс», «береги табло», «береги лицо» попросту. Это восхитительно. Да уж. Я больше всего люблю какие-то самые простые вещи, не такие экзотические слова, как... Мультифора. Как мультифора или вехотка, это мочалка в Сибири, или виходка. Например, меня поразило, что кто-то мне написал в Минске «под гору» значит «в гору». Полностью наоборот. У меня есть хорошие друзья из Волгограда, и меня как-то это поразило, что там слово «сайка», которое во всей России, в общем, значит «сладкий пирожочек». Там, значит, «буханка», «сайка хлеба». Они говорят, мне «сайку белого». А в Нижнем Новгороде говорят, мы в маршрутку уберёмся, то есть уместимся. Ещё поразительное разноголосие вокруг, знаешь, туристического коврика, с которым люди в походы ходят. Вот ты как его называешь? Пенка. И я называю Пенка. Но мне пишут из Твери, что его называют Каремат. Я надеюсь, я не ошибаюсь с ударением. А в Туле его называют Трапик. Слушай, всё это восхитительно про мультифору и так далее. И можно бесконечно это делать. И как ты правильно заметил, все очень любят. Под постом в Фейсбуке 4000 комментариев. Но ты сказал, что это в общем к диалектам отношения не имеет. Да, действительно, скорее не имеет. Это вариант стандартного литературного языка. Но в целом в диалектах, конечно же, есть свои особые слова. Есть огромные словари диалектной лексики. Проблема, в отличие от фонетики и грамматики, то, что это скорее не система, а просто некоторое огромное большое разнообразие. Но, тем не менее, и это диалектологи тоже изучают. Я вот почитал немножко учебник и нашёл какие-то поразительные примеры, которые мне понравились. То есть это всякие слова, которые нам с тобой хорошо известны, но при этом в диалектах могут значить что-то своё. Ну вот, например, совершенно потрясающее, что в рязанском говоре слово «голодный» имеет также значение «трезвый». А слово «дом» в некоторых архангельских говорах, помимо, собственно, значения «дом», может значить «гроб». А слово «место» в северных говорах может значить «постель». Это один из тех случаев, когда интересно читать словарь. Да. А, наверное, ещё интереснее всё это искать, записывать, а потом приезжать на диалектологические вечеринки и делиться открытиями. Хвастаться, да, конечно. У меня вот такое, у меня вот такое и так далее. А как вообще это устроено? То есть диалектолог что, берёт сайку трапик и на топике едет в Архангельскую область? Ну, Сергей Князев сейчас расскажет. Ну, обычно диалектологические экспедиции у нас устроены таким образом, что едет небольшое количество людей, руководителей ещё 4-5 человек, потому что, во-первых, где-то нужно жить в деревне, а мы ездим в всё-таки довольно отдалённые деревни, где нету, конечно, никакой гостиницы и ничего подобного, поэтому приходится либо проситься к кому-то, вот, а поселить больше пяти человек мало кто может, несмотря на то, что дома, конечно, очень большие на севере. Вот. Либо жить приходится в каком-нибудь заброшенном доме, либо в школе, если она есть, либо в спортзале, если он есть. Вот. А приехав, вот мы начинаем собирать этот самый диалектный материал. Это можно делать очень по-разному. Можно... Это зависит от того, какая всё-таки главная цель. Бывает, что главная цель — составление словаря, например. Тогда нужно просто спрашивать, как называется это, как называется то, или показывать картинки, например, как называется такой гриб, как называется другой гриб, как называется третий гриб, потому что названия совершенно не совпадают в литературном языке и в диалектах часто. Вот. А если вы хотите скорее заниматься фонетикой, произношением, интонацией, чем хотите, тогда задача другая. Вам нужно просто разговаривать с этими людьми с включённым диктофоном, чтобы их речь записывалась, а потом вы уже будете это анализировать. Потому что нельзя, конечно, спрашивать у людей, как вы произносите такой звук или другой звук. Они будут говорить совершенно что-то не вполне, то, что вы хотите услышать. Ну и проблема такая, довольно значительная проблема, заключается в том, что очень сложно объяснить носителям диалекта, что мы вообще-то, говоря, хотим и зачем мы сюда приехали. Потому что если мы им говорим, что мы изучаем то, как они говорят, они очень-очень удивляются, иногда даже обижаются, потому что они абсолютно уверены, что они говорят ровно так же, как мы. Вот. И что их язык — это совершенно не какой-то там особый язык или диалект, а ровно совершенно обычный русский язык. Если мы говорим, что мы приехали изучать их язык, то, наверное, у нас какая-то другая скрытая цель, что мы какие-нибудь шпионы и вообще неизвестно, что мы хотим. Вот. Поэтому приходится их как-то даже иногда не говорить им правды, а говорить, что, ну вот, легко можно сказать, что мы собираем фольклор, то есть всякие такие народные песни, сказки и так далее. Тогда они расслабляются, начинают говорить об этом. А нам, вообще-то говоря, если мы занимаемся произношением, нам всё равно, о чём они говорят. Лишь бы говорили. Вот. Как я сейчас, например. Хотя ещё я должен сказать, что, вообще-то говоря, разговоры с носителями диалектов — это одна из самых интересных и ярких вещей в моей жизни, которая со мной случилась. Потому что вот разговаривать с этими людьми удивительно интересно. Они совершенно удивительные. При том, что вот многие из них вообще никогда не выходили, не выезжали за пределы своей деревни, они совершенно удивительные. Они очень-очень яркие, очень глубокие и удивительно интеллигентные люди встречаются. Вот. И с ними, правда, очень интересно. И понять, как была устроена их жизнь, которая очень сильно отличается от той жизни, к которой привыкли мы в Москве или в Владивостоке, или Перми, или Краснодаре, вот, очень действительно большое это впечатление производит и на студентов тоже. И вот я даже думаю, что самое главное в диалектологической экспедиции — это то, что студенты, второкурсники понимают, как может быть устроена совсем другая жизнь в России. Что, кажется, на этом всё? До свидания. До свидания. Вы слушали подкаст «Я.Русский». Мы благодарим Сергея Князева за всё, в том числе и за предоставленные диалектные записи издательства «Яндекса», звукорежиссёра Николая Антонова и студия звукозаписи «Чемоданов Продакшн», а ещё музыканта Бутербродского, «Заму». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Яндекса» Корректор А.Егорова Продолжение следует...